итак здоров youtube сегодня тот случай когда подписчики в инстаграме пишут чтобы я снял видео на youtube а не наоборот как дешево выбрать самое выгодное предложение по полису осаго все помним так я выложил stories где у меня стоимость моего осаго всего 4500 грубо говоря на 4 там 400 с копейками вот но на самом деле можно купить и дешевле я купил чуть дороже сейчас я объясню как проще и самое главное в наше к видное время не нужно никуда ходить нигде стоять в очередях не проходить не какие-то там ты он и все остальное в общем возле компьютера или возле телефона мы это делаем 5-10 минут погнали все сюда мы в моем личном кабинете у меня альфа страхование да сейчас все скажут а ты рекламируешь вообще без разницы просто так получилось не рекламируют они мне не платят я реально на альфа страхование но мне так удобно уже несколько лет и вот у меня получается 495 рублей это у меня каска здесь даже написано вот она каска от от без полисных это мне сейчас я покажу вот он у меня полис страхование автотранспортных средств по каска по программе каска от бесполисных то есть если как очень часто встречается даже жига какая-то влетела пацану 18 лет он не хочет оформлять полис осаго потому что полис осаго для 18 летних которые только получили права он стоит порой дороже чем сама его жига поэтому он купил себе жигу на полис забил и поехал не рассчитал и влетел вашу дорогую машину и вроде бы осаго покрывает да вот дело в том что если у жигана этого нету полиса осаго либо жиган пьяный ну там вот эти все нюансы которые включаются в обязательное страхование осаго он не не действительно и вам придется с него спрашивать через суд но не станете же вы у него вырезать почку ему нужно как-то рассчитаться с вами только в суде ну и соответственно это все будет долго нудно и не факт что он вам отдаст деньги за первые там 10-20 лет максимум что ему грозит его не выпустят в турцию или куда-то за границу то есть арестуют ему выезд вот если нет у него официального заработка вы знаете то что он может отдавать вам по одному рублю в месяц может быть по 2 рубля в месяц в общем проще купить такой полис дальше у нас дальше у меня основной мой полис до 4 492 рубля и 350 рублей это страхование от несчастного случая то есть если кто-то попадает в дтп и с ним происходит первая группа инвалидности вторая группа инвалидности или не дай бог это смерть соответственно предусмотрена выплата я взял самую минимальную за 350 рублей там что-то в районе 100 тысяч рублей выплата есть больше так как найти я очень долго мыкался остался на альфа страхование потому что несколько лет подряд уже уже несколько лет подряд у них страхую спать у меня там накопительное так сказать продлевание все поэтому дешево но как найти изначально дешево чтобы потом следующий раз когда вы захотите опять продлить либо по мониторить в общем как замониторить осаго перед тем как начнем хотел познакомить вас с моим другом он снимает дикий ремонт и интересные истории о своем туареге да он тоже туарега вот а также он занимается грамотным автоподбором и автоэкспериментами да это он создатель собака мобиля даже в воронеже он уже катался все ссылочки на его канал внизу переходим подписываемся передаем ему привет от меня я понимаю что это звучит как реклама сравнирую многие из вас слышали уже по телевизору да эту рекламу все просто попробовал ничего и самое главное что по практике мой брат уже сделал и у него отлендер и он дешевле чем мой туарег ему обошелся мой на мой полис осаго до 4 400 это двести двадцать четыре лошади туарег в городе в мегаполисе если мы берем страхуемся в сельском местности если у нас лошадок меньше соответственно меньше четырех это будет и меньше там в районе трех или двух пятьсот вообще выйдет но у нас двести двадцать четыре лошади и мы начинаем так первым делом что нам нужно нам нужно забить наш номер наш номер нажимаем рассчитать прям просто заходим на сравниру и вот пожалуйста уже минимально пишут что за три тысячи сорок семь рублей а средний это пять тысяч и максимум пять девятьсот так погнали он мне уже категорию поставил мой номер здесь пары года лошадки все свидетельство стс номер стс дата выдачи и всего сюда нужно это все забить для того чтобы за монитор нам понадобится стс очка с ней проще всего и так забиваем номерок здесь можно поставить галочку без ограничения но мы этого не будем да мы будем здесь нам нужно водителя первого забить ну смотря сколько вам нужно водители 12 дата рождения так серия и номер водительского удостоверения нам понадобится и дата выдачи первых прав так водитель менял права в течение года нет не менял тут можно еще добавить водителя можно продолжить что я и сделаю а тут тут у нас нету серия паспорт адрес страхователь совпадает собственника электронная почта номер телефона обязателен получить код по смс код из смс тему телефон все и нажимаем показать цены дата начала 13 так смотрим и вот мы видим результат sagas рейтинг пятерочка это я напомню 224 лошади и ну мегаполис до город миллионник воронеж везде мы еще подарка получаем подарок 2000 рублей прям здесь же на месте можем купить полис давайте попробуем проект полиса даже уже все все уже все мои данные внесены то есть вин код автомобиля номер автомобиля все паспортные данные все это есть да также мы можем здесь подредактировать хорошая новость 22 августа диагностическая карта для оформления сага не требуется очень многие ребята мне пишут и говорят что когда ты попадешь в дтп и у тебя нету техосмотра до этой карты диагностической то тебе не будет выплат честно вот все случаи все мои знакомые все весь опыт те же вы подписчиков очень много мне пишут что делай как особенно после видео как я рассказал зачем нужны страховые комиссары вот эти аварийные вот это видео короче вот тут наверху она сейчас появится также оставлю ссылочку под видео на это видео где я рассказал как себя вести после дтп и с кем общаться с кем не стоит общаться поэтому переходим смотрим и там вы написали что вот эта карта все-таки она не нужна это может быть если какой-то спорный случай и там влетели вы утверждаете что это не я у меня тормоза отказали лопнул шланг и все такое возможно только тогда вот при таких спорных случаях и понадобится та самая диагностическая карта но если у вас есть другое мнение есть личный опыт ребят я очень прошу это не только мне интересно я думаю остальным подписчикам оставьте комментарий действительно нужна ли это диагностическая карта и при каких случаях она нужна при каких она не нужна если есть опытные люди ребят я очень прошу и я буду очень рад я это прочитаю и не только я так все нажимаем все верно бумажный полис равнозначен электронному полис попадает в базу гибдд все пожалуйста то есть как и было да sagaz 4365 рублей и два подарка у меня обслуживание и даже есть месяц подписки иви и на дальнейшую 10 процентов все давайте оплатить так здесь у нас выскакивает карта то есть да ребята все я оплачиваю получаю электронный хочу его печатаю хочу вожу с собой в телефоне его до достаточно сотрудник уга и показать а есть еще такая фишка госуслуги госуслуги авто тоже я не рекламирует вообще я не думаю что кто-то поверит что мне заплатили госуслуги чтобы я их приложение сейчас рекламировал вот туарег мой номер все здесь есть стс предъявить стс сотруднику гаи я нажимаю предъявить у меня здесь qr-код опять qr-код да ребят повсюду эти qr-коды то есть пока она проходит в тестовом режиме вот как только меня остановит гаешник я конечно постараюсь сделать чтобы он посмотрел этот qr это на тот случай что стс документы с собой возить уже не нужно пока это в тестовом режиме вот но я уже себе за все это сделал ну по крайней мере мне кажется это удобно телефон всегда с собой документы у меня очень часто бывает зимой я на горнолыжку еду я одеваю мембранную куртку документы там тут же на утро курточку то повесил а на утро быстренько собираюсь в попыхах на работу другую курточку пуховичок надел выскочил меня останавливает гаишник слава богу это было рядышком телефон то я не забуду а вот документы остались там случаи разные ну все ребят я думаю кому-то я сделал открытие для кого-то да кому-то я помог кто-то скажет а фигня это все он продажный блогер потому что он продался ему заплатили 100 тысяч миллионов и все такое но вообще ребят делают только для вас поэтому все подписываемся лайки без дизлайки там вообще вы поняли все пока